Приветствую вас на канале Техревизор. Предпочитаете на топы стационарному ПК и ноутбуку? Я подготовил 5 лучших мини-ПК 2024 года, которые можно рассмотреть к покупке, если хочется купить именно такую небольшую мобильную коробочку под разные задачи. Может кто-то хочет просто организовать себе домашний сервер или, например, медиа-центр, а может просто сделать рабочее без огромного системника под ногами или поставить такой ПК в офис в учебное заведение. Не говоря уже об удаленках, которым нужно в любом месте, где есть монитор, включиться в работу. Вот для всего этого я и отобрал 5 неттопов. Вкратце расскажу о каждом – о характеристиках, возможностях и предназначении. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Стартуем с бюджетного Beelink Mini S. Мини-ПК по цене одной лишь хорошей материнской платы для десктопной сборки. Здесь же мы получаем полностью готовый сетап. Да, совсем скромный, но тем не менее его полностью достаточно для лайтовых задач по типу серфинга в интернете, созданию домашнего сервера или медиа-центра. Компактная, мобильная и без лишних проводов. Что-то подобное еще берут для пожилых родителей или детей-школьников. Базово мы получаем сборку Celeron 11-го поколения N5095. Четыре ядра, четыре потока, рабочая частота от 2 до 2,9 ГГц. Вместе с интегрированным графическим ядром Intel UHD Graphics. Понятное дело, что ни о каких сложных нагрузках можно не заикаться. Посмотреть фильмы, посидеть в мессенджере, полистать ленту, погуглить что-нибудь – вот его предназначение. Посему я посчитал правильным не переплачивать за память 8 ГБ оперативы и 256 ССД постоянной. По сути, как в любом недорогом смартфоне. Сам по себе на топ очень компактный и легкий, всего в 200 грамм. Рекорд рейтинга в целом. А размеры 10 на 10 сантиметров и 4 сантиметра в высоту делают этот ПК супермобильным. Буквально в любую сумку закинуть можно, даже женскую. Так что он и дома, и на выезде места вообще не требует. При этом к нему подключается все, что нужно. Есть четыре USB-A разъема 3.0 для накопителя, мышки, клавиатуры смартфона. Есть HDMI для вывода изображения на монитор или телевизор. И есть ландборд для проводного подключения к интернету. Вся эта маленькая конструкция тихо и стабильно работает без особого нагрева. Хотя тут и греться по сути нечему, но все-таки за простую и низкую цену Beelink Mini S занимает свою строчку в рейтинге. Не смог удержаться и на четвертое место поставил еще один Beelink. Только поинтереснее. Mini S12 Pro. Он чуть потяжелее прошлого Mini S. 0,5 килограмма весит. Но в размерах не изменился. 10 на 10 на 4 сантиметра. Так что компактность никуда не делась. Хотя внешне они оба схожи. Интерфейсы для подключения всякого тут, например, те же самые. 4 USB-A, пара HDMI и LAN-порт. А вот внутренности у них как раз отличаются. Во-первых, процессор 12-го поколения Intel N100. Тоже 4 ядра, 4 потока, но работающий на повышенной частоте в турбобусте до 3,4 ГГц. Графика, по сути, не изменилась. Та же Intel UHD Graphics. Но вот с памятью тут ситуация лучше. По большей части за нее и доплачиваем. 16 гигабайт DDR4 выделено для оперативки и 512 гигабайт SSD M.2 NVMe для постоянной. Ну и весь этот апгрейднутый конфиг уже немного веселее тянет офисный пакет приложений типа Word, Excel и браузера. Конечно, производительность говорит о возможности запустить что-то серьезнее. Какой-нибудь иллюстратор, фотошоп и прочие адобные проги. Но будем честными, работать над серьезными проектами ну совсем тяжко. Все-таки это другие объемы информации, с которыми этот мини-пк просто не справляется. Игры вот еще разве что можно попробовать. Особенно десятилетней давности хорошо идут. Конечно, ни о каком киберпанке, фортнайте и RDR2 и речи не идет. Но к чему нам лишний раз напрягать пк и делать с ним то, для чего он не предназначен. Он ведь и так хорошо справляется. Не шумит толком при полноценной системе охлаждения из вентилятора и радиатора. Не греется. Удерживает в пике порядка 63 градусов. Так что за эти деньги лучше и не придумаешь. На третьем месте топа стоит Chuwi RZ-Box. Мини-пк с полноценным процессором для задач потяжелее. Хотя и на топ тут сам по себе больше. 18 на 18 на 4 сантиметра при весе 1,3 килограмма. Так что имейте в виду, что он уже не такой компактный, как прошлый Beelink. Хотя и портов сюда больше завезли. Есть 4 USB-A, к ним добавили Type-C+, еще один LAN, дисплейпорт и даже древний VGA. Так что с подключением девайсов проблем не будет. Процессор тут стоит в разы мощнее. Core i5-13500H. С прошлым Intel N100 их как-то даже сравнивать неприлично. У i5 в общей сумме 12 ядер, 16 потоков, работающих на частоте от 2,6 ГГц до 4,7 ГГц. В разы больше кэш-памяти. Обновленная 7-нанометровая платформа и прокаченное видеоядро Intel Iris Z. При этом у нас осталась та же конфигурация памяти. 16 ГБ ОЗУ и 512 постоянной на SSD. Технически ничего не поменялось. Последнее поколение DDR4 плюс PCI-Express 3.0. От этого, конечно, возрастает и энергопотребление. И если у N100 6 Вт вообще никакой опасности не представляли, то для рассеивания 45 Вт у 13500H с охлаждением пришлось подзаморочиться. Хотя в целом не скажу, что на топ как-то сильно греется. Да, все зависит от нагрузок. Но с таким железом грех просто сидеть в браузере и раскидывать пассианс. Тем более, когда дают возможность подключать сразу три монитора на 4К-разрешении. Тут уже поуверенней запускаются серьезные рабочие программы для работы с тяжелыми проектами, рендерингом и 3D-моделированием. Аккуратно, без фанатизма, но запустить можно. Игр это тоже касается. Даже некоторые новинки на минималках в Full HD потянет. А какие попроще, вообще на средних разгуляться можно. На втором месте стоит MSI Pro DP21. Ну а если к какому-то малоизвестному чуи у вас не особо сложилось доверие, за те же деньги можете посмотреть на вот этот MSI. Но тут переплату за бренд никто не отменял. И купив MSI Pro DP21, вы как раз берете на то послабее, но продуманнее. Сейчас объясню. Изначально тут стоит 8 гигабайт оперативной памяти и 512 постоянной. Конечно, для всяких офисных простых задач и этого хватит. Но зачем покупать такой дорогой моноблок чисто для офиса, если есть Beelink? Вот поэтому уточню, что здесь есть возможность доставить и оперативку, и SSD. В максималке АЗУ можно обновить до 64 гигабайт двумя плашками, а SSD вплоть до нескольких терабайт. Само собой, все это стоит денег, но не таких больших. Все-таки DDR4 и PCI Express Gen 3 доступнее, чем последнее поколение. В дополнение к памяти идет Proz i5-13400. По большей части я бы не сказал, что он катастрофически отличается от прошлого 13500H. Что по начинке, что по бенчмаркам, разница совсем не серьезная. Разве что графика тут послабее. UHD Graphics. Но тем не менее, докидывая какое-то количество памяти, получается уверенный на топ для работы с контентом, рендерингом и прочей графикой. Не говоря уже об офисных задачах. Другой нюанс, что MSI стал еще немного больше относительно прошлого Chuwi. Уже 20 на 20 на 5 сантиметров. Сюда уже и перфорацию завезли, и разъемы лишние поубрали, сделав больше USB. Но это никак не мешает повесить на топ на заднюю крышку монитора. Поэтому, если вы искали себе мини-пк для дома, какой-нибудь брендовый, производительный, при этом недорогой и с возможностью апгрейда, берите MSI Pro DP21. Первое место рейтинга я отдал Asus PN64. Для тех, кто не хочет заморачиваться с апгрейдом, что-то докупать и разбираться во всем, тут просто из коробки достаем и пользуемся без всякого гемора, так как железо позволяет многое. Вообще, мини-пк с такой внутрянкой часто берут для работы с графикой, монтажом, рендерингом, 3D-моделированием и разработкой. Для игр, само собой, тоже можно рассмотреть. Но точно не в качестве основной задачи. Все-таки не хватает полноценной видеокарты для этого. Но если после работы вы любите во что-нибудь зарубиться, такая возможность будет. В базе Intel Core i7-13700H. 14 ядер, 20 потоков, рабочая частота в бусте до 5 ГГц. И увеличенная кэш-память. Впрочем, этого достаточно, чтобы уже на уверенном лице запускать игры, рабочие приложения и нагружать мини-пк по-серьезному. А если к этому добавить 32 ГБ оперативки последнего DDR 5-го поколения и SSD-накопитель на PCI-Express Gen 4 с вдвое увеличенной пропускной способностью, вообще улет по производительности относительно прошлых надтопов. Причем, по шумности не назову его самолетом. Да, при сильных нагрузках на высоких оборотах слышно вентилятор. Но днем на фоне посторонних шумов он меркнет. Да, и как-то все-таки надо охлаждать эту небольшую коробочку. Вот, кстати, сильно мне понравилась компактность этого Asus 12х13х6 см. При такой начинке этот надтоп совсем немного больше самого компактного мини-пк этого рейтинга, Beelink Mini S, и весит при этом 1 кг, а не 1,5. Так что в целом, как по мне, именно этот Asus благодаря своим компактным размерам, производительности, тишине работы и адекватному ценнику за такие параметры заслужил первое место в подборке. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор. Субтитры создавал DimaTorzok